Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Чрезвычайная ситуация в стране продолжается. Она, как известно, продлена до 12 мая. Таково решение правительства, которое еще должно, кстати, быть утверждено Латвийским Сеймом, видимо, 16 числа, когда Сейм выйдет из этих коротких пасхальных каникул. А мы сейчас на прямой связи с депутатом Сейма Региной Лосьмой-Луневой из фракции Согласия. Добрый день. Добрый день. Да, ну, еще до ухода парламента на короткие пасхальные каникулы в пятницу было довольно длительное заседание Сейма, точнее, три неочередных заседания. Я знаю, что вы тоже активно дебатировали. Может быть, несколько слов о том, вот как вы оцениваете, что правительство делает, что должно было делать и не делает. Вот ваш взгляд как депутата, ну, как оппозиционного политика. Ну, на мой взгляд, правительство движется к цели. Целью, я надеюсь, у нас у всех, вне зависимости, кто мы, оппозиция или оппозиция, является благосостояние людей в Латвии, возможностям выжить в этой чрезвычайной ситуации, потому что, конечно, нынешний кризис, в подметке не годится к кризису 2008 года, и сейчас пока еще только слабенькие цветочки маленькие, и все ягодки ожидаются впереди, и все абсолютно все жители Латвии это прочувствуют. Если кто-то надеется, что это его не коснется, хочу разрушить их иллюзии. Но правительство движется настолько мелкими шажками, я бы сказала, то есть, с одной стороны, нам говорят, у нас столько денег, сколько не было никогда. Вот только что, буквально минуту назад, в прямом эфире слушал министра финансов господина Рейрса, который отрапортовал, что кроме уже имеющихся 2 миллиардов в госкассе, занятых 2 миллиардов на финансовых рынках, сегодня правительство подписало еще одно соглашение с североевропейским финансовым учреждением, у Зайни еще полмиллиарда. Поэтому деньги есть, но они... То есть, 4,5 миллиарда в общей сложности. ...народное хозяйство просто какими-то каплями. При этом людей держат в информационном голоде, абсолютном незнании, и стресс, и страх в обществе нарастают просто с каждым днем. Мне кажется, что правительство еще до конца не осознает, что они делают, если честно, просто даже с психикой людей, потому что все в подвешенном состоянии, как мы сегодня написали в соцсетях, половина страны сидит в страхе остаться вообще без каких-либо доходов. Да, но вот еще многие предприниматели тоже жалуются, что вроде бы, когда ты первый раз считаешь этот документ, связанный и с налоговыми каникулами, и с выплатой вот этих пособий по простой наемным работникам, то вроде бы кажется, Эврика, сейчас мы получим государственную помощь. Когда начинаешь разбираться, там выясняется, что есть второй подпункт, критерий, сколько было вложено в основные средства. Особенно, когда люди заходят на ЭТС, службу государственных доходов, и видят все эти пункты, то просто волосы стоят дубом. Скажу честно, вот я человек, который достаточно хорошо разбирается, в том числе и в экономических вопросах. Вот только что читала очередное решение правительства по поводу того, что статус безработного смогут получить также сотрудники микропредприятий, самозанятые. Но после этого, я считаю, ура, 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 и после этого идет дополнительный пункт, которые потеряли статус работника. Совершенно непонятно. Потеряли они его работе в каком-то другом пиа, или потерей работы считается то, что в рамках микропредприятия они не получают доход. То есть опять возникает куча вопросов, непонимания. Вот завтра начинаются пасхальные каникулы у всех, кто с ним тоже не работает. И вот четыре дня людям вот сейчас вот сделают вот этот вброс, да, они начнут сейчас вот четыре часа вечера, уже ни до кого дозвониться невозможно. И четыре дня люди будут вместо того, чтобы хоть как-то душой отдохнуть, да, думать, будет им это пособие положено по безработице или не будет. И это, конечно, полный ужас. Вот этот вот момент с консультациями совершенно безобразно в нашей стране поставлен. Первое, чтобы дозвониться до кого-то. Второе, чтобы получить внятный ответ, который не вызывает дополнительных вопросов. И третье, абсолютное непонимание. Вот то, что правительство приняло на этой неделе. Это на какой срок? На неделю? И через неделю будет что-то новое? Лучшее или худшее? Ну, пока вот улучшения есть по шагам, мы еще смеялись в оппозиции. 13-го числа, 13-го, за несколько часов до того, как в стране было объявлено чрезвычайное положение, оппозиционные тела в парламенте, то есть фракция согласия, ЗЗС, независимые депутаты, написали документ с требованием правительства объявить в стране чрезвычайную ситуацию. И далее следовало несколько десятков пунктов предложения мер, которые должны быть сделаны. Потом через неделю мы эти пару десятков пунктов развернули до почти сотни пунктов с рекомендациями по каждой отрасли. И вот глядя на то, что сейчас делает правительство, мы смеялись. Сначала они сделали 10% из наших предложений, потом сделали 30% предложений, но все равно они не достигивают до самых главных, вот этих 100%, которым расписано абсолютно. У нас все предложения, не относящиеся к борьбе с эпидемией, делятся на две части. Первая – социальная поддержка населения по всем слоям, то есть начиная от тех, кто не является участником микротруда и заканчивая всеми, кто работает в любых режимах. Микропредприятия, патрищики, самозанятые, получать гонорару, сотрудники СЕО, члены правления, о которых на этой неделе правительство обещало решить вопрос, по чьим им правления. Опять ничего нет. Нет, не решено, да. Члены правления относятся теперь, ну, к возможным безработным или не относятся. Опять ничего нет. Хотя обещали на прошлой неделе. И самое главное – мероприятие по стимулированию экономики для того, чтобы разогревать и спрос, и увеличивать государственные заказы, для того, чтобы экономика сейчас не остывала столь бешеными темпами, чтобы мы не провалились в ту яму, которая будет в несколько раз глубже, чем та яма, в которой мы провалились в 2008 году. Да, но мы, тем более, что если речь идет уже о 4,5 миллиардов евро, то, казалось бы, а почему вы эти деньги не вливаете? Уже о 4,5 миллиарда. Да, о 4,5 миллиарда. Которых они сидят, как баба толстой попой, простите, да, и не дают. В то время, когда реально можно было бы по чуть-чуть подогревать и тоже потребление, да, просто дать людям нормальную, вот это в управлении называется путевая карта, сказать, спокойно, будем делать так, так и так. Через неделю будет такая льгота или еще что-то. Но не происходит же. Нас же держат в абсолютном неведении по планам правительства. В абсолютном. Поэтому самое интересное, а что мешает, в принципе, правительству вот эти виртуальные заседания проводить открыто? Ведь потом все равно эти все решения публикуются. Зачем вот такая вот секретность? Ну, очевидно, что там звучат какие-то вещи, которые, возможно, не делают честь некоторым политикам, которые представляют конкретные партии, которые в предвыборный период бьют себя кулаком в грудь и говорят о том, что они защищают интересы там малоимущих, инвалидов и так далее, да. А потом получается, что вот здесь мы об инвалидах забыли, допустим. Мне пришлось лично две недели биться за то, чтобы мне подтвердили, что инвалиды, получающие соответствующую пенсию инвалидную, имеют-таки право на получение пособия по простою. Я даже поругалась лично с главой службы государственных доходов Ивы Яунзема, которая, как мне передали, теперь затаила на меня личную обиду, да, за то, что вот я посмела сказать, что ее сотрудники неправильно консультируют владельцев предприятий, говорят, что инвалиды не имеют права на пособие по простою. Но я знаю, что это было так, просто СГД начала правильно консультировать инвалидов там, с прошлой субботы. А до этого люди, опять-таки, целую неделю жили в стрессе. Я знаю пару человек, которые пришлось просто уволиться, потому что они боялись, что они просто останутся вообще без денег, потеряв то место работы, которое было для них милым, хорошим, удобным, как для людей со слабым здоровьем. То есть вот это вот нежелание вникать ни в индивидуальные случаи, не видеть за этими частными случаями общую картину, непонимание тенденции. Потому что, глядя на то, что происходит, ну, смотрите, сначала поставили фильтр для получения помощи фирмам, да, компаниям, что не должно быть долга превышающего 150 евро. Да, это смешно. Потом вдруг появилась информация, что ура-ура, увеличиваем этот порог долго до 300 евро. Теперь сделали 1000 евро. Ребята, это не серьезно, это просто не серьезно. Это, ну, я не представляю, какого уровня стресса сейчас у руководителей мелкого и среднего бизнеса, потому что, ну, представьте, СГД, в понимании СГД, все, кто имеет налоговую задолженность, это некие, там, плохие девочки и мальчики, которые сидят на мешках с деньгами и просто не платят государству или мошенничают. Ну, так как я в свое время сама была в бизнесе, я прекрасно знаю, особенно, когда бизнес связан с предоставлением каких-то услуг, так называемого второго уровня, когда ты зависишь сам от того, заплатят ли тебе за работу. Это не твое, там, нежелание платить налоги, а невозможность получить заработанные по контрактам, за конкретные услуги, деньги тебе просто не перевозят. Вот и все. И никто не будет входить в твою личную ситуацию. Первичное общение, очень длительное общение бизнеса с СГД происходит на уровне ЭДС. Это машина, это автоматизированные, автоматизированные забитые фильтры, куда ты вставляешь свои данные, тебе приходит ответ. Да, нет, да, нет, отсев такой. И более того, вот я зашла на страничку службы госдоходов, у них есть статистика. Страничка со статистикой, там несколько таблиц Excel, где, значит, можно найти только одну информацию о том, каким СИА и каким микропредприятиям перечислено, то есть одобрено пособие по простой. Никакой информации. Сколько людей, сколько работников в это получили, да? Какова общая сумма выплат? Я понимаю, что это может быть конфиденциальная информация, но я считаю, что условия чрезвычайной ситуации, когда эти деньги идут из госбюджета. И, кстати, на этом настаивает, допустим, такая замечательная негосударственная организация, как ДЭЛНА, что все эти цифры должны публиковаться, какие предприятия, скольким работникам и в каком объеме получили государственную помощь в виде пособий по простою, да? Потому что я все понимаю, но когда я вижу, что в числе компаний, первыми получивших пособия по простою, спустя день, спустя сутки, после того, как вступили в силу правила Кабинета Министров по выплате этих пособий, я нахожу фирму под названием «Карикатуристы». Я не понимаю, вот карикатуристы лишились доходов, почему? Потому что закрылись все газеты? Или что рисовали эти карикатуристы? Это реально я посмотрела по интернету люди, которые карикатуры рисуют. Замечательно. Или они получили, потому что они, у них хорошие знакомые, держат их в полной информации, в отличие от других, работают в Министерстве культуры. Потому что, допустим, все законодательные акты по поводу получения пособия по простою среди именно самозанятых разрабатывалось почему-то в Министерстве культуры. И глядя вот на эти списки, у меня возникает определенное подозрение, что была какая-то часть людей, которые уже были информационно готовы, да? Вовремя подали все документы, у них все было тип-топ. И огромное количество, просто я честно скажу, я все эти дни вот сижу, с утра встаю, у меня уже на телефоне накиданы вопросы, письма от людей на всех видах связей, которые существуют, да? И я утром начинаю, поздно ночью заканчиваю общаться и отвечают люди на вопросы. И вижу, что люди, ну, мало того, что у нас и так, немногие умеют находить правильную информацию на бесчисленных сайтах, бесчисленных учреждений и институций, да? Это правда. И плюс их настолько много, и они настолько часто меняются, что люди просто теряются в этом потоке информации. И я просто, как человек, который умеет, имеет навык работать с информацией, им помогаю находить эту нужную информацию, звоню, уточняю, просто работаю фактически справочным бюро и посредникам между народом и вот этими институтами, парламентскими секретарями и так далее. Вот если, Регина, вам зададут вопрос о, не знаю, родителе учащихся выпускных у вас в 9-е и 12-е, я думаю, что вы тоже растеряетесь, потому что каждый день буквально министр образования вводит в заблуждение людей, потому что то она говорит о том, что готовьтесь к экзаменам, они обязательно будут, но учебный год продлеваться не будет, потом, что скорее всего экзаменов не будет, сегодня пришла информация, что скорее всего по иностранному языку в мае не будет, но может быть в июне, может быть часть учебных заведений, я имею в виду вот эти арутского, спрофтехучилища, бывшие и вузы, может быть там продлят учебный год, а в школах скорее всего не продлят, и у нас есть разные сценарии проводить и не проводить экзамены, но может быть вы можете как-то договориться в рамках министерства или правительства, что пока вы не определились, вы молчите, а если вы определились, то это уже окончательно, потому что я так понимаю, что бедные выпускники школ 9-х и 12-х классов просто в шоке, они не знают, им готовятся к экзаменам, не готовятся, когда они будут сдавать, будут ли они поступать в вузы в этом году, то есть апрель месяц, министерство ничего не знает. На мой взгляд, это и есть мера безответственности и политическая, и чисто человеческая, которые допускаются. Я считаю, что необходимо было разработать концепцию и в отношении вот этих вот мер в области образования, вот насчет всего этого, будут экзамены, не будут. Я просто считаю, что министерство должно было разработать два сценария, ну, три. Вот, допустим, первый сценарий. Если чрезвычайная ситуация отменяется через два месяца, через три и так далее, и что будет? Но этот сценарий как раз для того, чтобы и родители, и сами выпускники, которые, несомненно, захотят продолжать учебу уже с сентября в вузах, имели четкий план и могли распределить свое время по подготовке, все это можно было сделать, исходя из самого плохого сценария. Я, например, в своей жизни всегда исхожу именно из самых плохих сценариев, если получается лучше, очень радуюсь. Этот самый плохой сценарий на данный момент я сразу сказала, говорю, что когда продлили, когда сделали чрезвычайную ситуацию на месте, сказала, раньше, чем на лига, не ждите, ничего нет и нет нет. Потому что человек, мыслящий, логический и хоть чуть-чуть, понимающий что-то в медицине, ну, здесь достаточно на популярном уровне прочитать, чтобы было совершенно очевидно, что никакой месяц можно не рассчитывать, что-то минимум три месяца. Поэтому я считаю, что здесь весь этот плохой сценарий должен был быть рассчитан первый вариант, либо проведение экзамена действительно на удаленке, и все это было совершенно реально, совершенно реально. для этого нужно было бы влить определенные средства в создание платформы видеоконференций. В школе точно так же можно было рассадить учеников на удаленке, хоть по три человека в одном классе, при том, что все другие классы не учатся. Это все реально. Но для этого нужно сесть, включить голову и поработать, и дать людям нормальный план. Потому что у меня у самой дома школьник, 12 лет, 6 класс, я наблюдаю за процессом, у меня претензий нет, но я с ужасом о том, что бы я делала, если бы он реально сейчас выпускался из школы, готовился к поступлению в ВУЗ. То есть от правительства действительно нет сейчас четкого плана. Они действуют просто как заговорщики, которые за закрытыми дверьми принимают решения. Мы совершенно не знаем обоснований для этих решений. движение к намеченным целям идет просто непростительно мелкими шажочками, при том, что деньги есть. Я понимаю, если бы не хватало средств, была бы другая ситуация. Но ситуация, когда они с улыбкой на лице говорят, сколько у нас много денег, их реально 4,5 миллиарда, это просто непростительно. И то возмущение, которое уже назрело в обществе, оно будет только усиливаться. я думаю, правительство это просто недооценивает. Я понимаю, почему. Потому что правящие партии опираются прежде всего на чиновничный аппарат, который у нас очень многочисленен. Эти люди сейчас находятся в очень выгодной ситуации, потому что они получают деньги из госказна. на эти деньги и они получают вовремя абсолютно. Ну, например, без абсолютной помпы, я понимаю, я была бы только за, но почему не сообщить обществу, что, допустим, Вингела подписала приказ о том, чтобы увеличить на время кризиса зарплату сотрудникам Министерства здоровья, Национальной службы здоровья и так далее. Да, это, возможно, нужно, да, потому что люди перерабатывают, вкладывают свои усилия, но, может быть, надо было пойти другим путем, если эти люди перерабатывают, нанять штат кризисной бригады из-за специалистов и платить им деньги за реальную работу, не за переработку, а за качественно выполненную работу. То есть плана нет. И, например, вот я могу рассказать о ситуации, с которой столкнулась я лично, для которой была для меня очень-очень значимой для меня лично. Так. Очень много людей у нас сейчас осталось за границей. У нас общество поделилось на два лагеря. Первое, те, которые жалеются, те, кто остался там за границей, не имеют возможности вернуться. И второе, те, кто кричат, нет, пусть они остаются, не надо нам вести эту заразу. Я в первой группе, потому что я всегда вижу реального человека и имею способность прочувствовать его ситуацию. Ситуации очень разные. Например, я сейчас на связи с тремя нашими рижанами. Лариса, ее муж и Леман, которые сидят на юге Индии, закрыты в отеле, в полной изоляции, потому что в Индии полный локаут, и они не могут вернуться в Ригу, и самое главное, они вообще не понимают, когда это сможет произойти. Все, что им говорит наше консульство в Индии, это ждите, пока нет возможности вас устраивать на родину. Спрашивайте, сколько? Мы не знаем. Вот это мы не знаем, оно выводит из себя людей больше, чем что-либо другое. И не предлагается вообще никакой вариант, кроме того, что им все время напоминают, что даже если этот вариант будет, собирайте деньги, вам все равно придется их оплачивать за свой счет. Вторая ситуация у меня была, она не одна, связанная с моряками латвийскими. Очень много пишут, те, которые застряли здесь в Риге и не имеют возможности отправиться на свои суда. Я говорю, а почему ваши, ну, у вас есть какая-то компания, которая вас сюда отправляла. Вот выясняется, что вот эти очень многие посредники, они, ну, как бы, и профсоюз у них есть, который они там отправляют денежку каждый месяц. Они все это ничего не могут сделать. Ничего не могут. И это очень странно, понимая, что там тоже есть деньги, и можно предпринять какие-то усилия. Например, мне пришлось целую неделю добиваться, чтобы парень, студент, курсант морской академии, который проходил практику на судне, которая курсировала у берегов Испании. Получилось так, что он заболел, по всем признакам у него был ковид, но в экипаже, который состоял на 100% из-за граждан Польши, он был единственный не поляк, и все, что с ним сделали парни 19 лет. Его закрыли в каюте, выдали пачку парацетамола, и два раза в день как собачки под дверь ставили еду. И вот мы переписывали практически каждый вечер, я ему посоветовала писать письма на сайт Министерства иностранных дел, он написал, попросил, чтобы ему помогли, на что ему ответили, что в данной ситуации вам должен помогать ваш работодатель. Он написал в морскую академию, все написали там письма еще куда-то, в общем, ничего не происходило, и вот ту самую пятницу, когда у нас было последнее заседание истинное, просто не выдержала и в дебатах сказала об этом, о том, что наше министерство иностранных дел должно работать проактивно. И вот это был единственный реальный случай, когда тут же со мной связалась парламентский секретарь МИДА Занда Лукашевицу, огромное ей спасибо, попросила всю информацию, я ей дала, и той же ночью, то есть заседание истинное было в пятницу, в ночь, в пятницу, на субботу, парни сняли на берег, отправили в госпиталь, подключили систему, сказали, как в таком состоянии его вообще могли держать на корабле, и все нормально, сейчас занимаемся тем, что рассчитываем с агентом здесь, в Риге, как можно его отправить в Ригу, но это один человек, и на это ушла неделя, все-таки хорошо, что отреагировали, лучше поздно, чем никогда. Я говорю, уже ради этого чтобы быть депутатом, чтобы помочь хотя бы одному конкретному человеку. Другая линия, то, что сейчас вытворяют, конечно, администраторы Рижской думы, которые просто ставят крест на всей прежней социальной политике Риги, абсолютно, потому что то количество жалоб, возмущений, которые у нас скопилось за время отмены всех льгот на общественный транспорт, когда прикрывшие желанием оставить дома пенсионеров, отменили бесплатный проезд льготы, в том числе работающим пенсионерам третьей группы, многодетным семьям, где родители работают, воспитателям детских садов, и это на самом деле просто ужасно, потому что теперь и при этом отменен часовой билет льготный, да, очень многие люди, допустим, когда можно в один конец пересаживаться на двух транспортах, тратят больше 5 евро ежедневно на проезд, это те люди, которые, допустим, на инвалид третьей группы, она работает или уборщицей, или санитаркой, по местам, она говорит, ну все, это для моего бюджета просто удар ниже поезда, сегодня администраторы утвердили бюджет Рижской Думы, при этом они вычеркнули оттуда, как они сказали, несколько программ, которые предлагали политики, ну, что, типа, политики все уволены, то пусть, мол, после новых выборов заново все вставляют, и вычеркнули они просто замечательно, на полмиллиона сокращены, сокращен бюджет для социальных пособий Рижской Думы на полмиллиона, да, именно пособия, сокращена программа, допустим, установки камер видеонаблюдения в 8-м графике, для снижения преступности, то есть просто идеально, то есть найти в этом бюджете какие-то вещи, которые реально были нужны, вычеркнуть их и еще подавать это как некое достижение, то есть люди у нас должны быть настолько далеки вообще от понимания, во-первых, работы, сутки работы самоуправления, второе, того, что реально нужно людям, для того, чтобы вообще принимать такие решения, я просто немножко в курсе, что происходит на уровне департамента, как это все управляется, то есть первое, люди пишут жалобы, им не отвечают либо отвечают абсолютно формально, то есть худшего управления в городе, я уже молчу о том, чтобы посмотреть на то, что в этой кризисной ситуации делают другие самоуправления, тот же Даугав сделал, даже Юрмала, те же самые маленькие самоуправления, которые придумывают просто гениальные варианты для того, чтобы поддержать тех, кому эта поддержка сейчас нужна, начиная с питания не только школьников из малоимуществ и для этого большого ума не надо, потому что наши сделали, что администраторы в РИДе, они сказали, окей, мы, значит, будем кормить детей из малообеспеченных семей и из многоветных, забыв совершенно, допустим, о том, что есть группа детей инвалидов детства, которые учились в обыкновенных школах и которые получали в столовых специальное питание, специальное, да, это и дети аллергии, и дети, которые страдают генетическими заболеваниями, если человеку нужна, наоборот, повышенная калорийность, и она получала в школе двойную порцию, и теперь она сидит дома без всякой поддержки, то есть опять то, о чем я говорила, вот за некими решениями они не видят частности, они не понимают структуру проблемы абсолютно, и не понимают, какие люди, каких категорий вообще в городе живут, и почему им нужна эта поддержка, и это на самом деле ужасно, и достучаться до них нет никакой возможности, я уже неделю прошу, и на следующей неделе это, я надеюсь, произойдет, значит, на заседание комиссии по государственному управлению и главному управлению мы пригласим представителей этой временной администрации лишь придумать, чтобы задать вот как раз все вот эти вот вопросы, потому что любой возможности просто нет, нам уже сказали, что опять все будет на удаленке, я говорю, ничего, я уже все умею, у нас это происходит каждый день, вчера у нас была тоже комиссия по административно-территориальной реформе, об этом они не забывают, два часа, видеоконференции, все возможности, нет ничего не возможности, может быть, такой последний вопрос, да, Регина, такой, может быть, последний вопрос, в самом начале ты сказала о том, что этот кризис, который вызванный пандемией, он будет намного, может быть, тяжелее, глубже, чем кризис 2008, 2009, экономический кризис, значит ли это, что после завершения пандемии экономика не вернется так быстро в нормальную Руссу? Это будет зависеть от очень многих обстоятельств, во-первых, не нужно забывать, что чрезвычайная ситуация введена не только в Латвии, и что очень многие предприятия связаны с экспортными контрактами, или наоборот, с импортными контрактами с европейскими странами, с многими странами в разных частях света. И это будет зависеть от того, когда карантин будет снят там, насколько быстро восстановится работа и каких предприятий за рубежом. Как изменится структура спроса, то есть то, что мы наблюдаем сейчас, это кризис именно спроса. Люди перешли, как я говорю, на нижний уровень пирамиды Маслова, перестали покупать все товары, которые раньше были нужны для красоты, моды, отдыха, развлечений и так далее. И представители именно этих отраслей бизнеса очень-очень тревожены, потому что они не знают, никто не знает, захотят ли люди и как скоро снова хотеть чего-то красивого, модного, развлекательного и так далее. Не просто ограничиться покупкой товаров первой необходимости и масками и дезинфекторами. Я думаю, что еще дезинфекторами могу очень долго пользоваться, просто по привычке. Да. Вот. Это зависит раз. И самое главное от того, какой объем денег будет влит, каким образом, с какой периодичностью, в какие отрасли. потому что количество денег в мире не уменьшается, а увеличивается. Все знают, что Америка снова напечатала, включила печатный станок, напечатала несколько тонн долларов, да, сотен тонн долларов, которые будут влиты в экономику. Поэтому, как это все, как денежные потоки найдут новые русла, в какие отрасли они будут влиты, каково будет количество банкротившихся компаний. Потому что в бизнесе уже все взаимосвязано. Это цепочки поставок, цепочки оплаты счетов и всего остального. Бизнес, конечно, достаточно быстро перестраивается, но не будем забывать, что за каждой такой перестройкой стоят тысячи и сотни тысяч судеб, у которых изменится профессия, место работы, размер оплаты и так далее. Вообще, классический экономический кризис, я об этом и говорила, в стыне, это будет дешеветь рабочая сила, то есть будет падение зарплат, рост безработицы и деньги станут самым дорогим ресурсом. Именно деньги. Поэтому первые меры, которые должны были предпринять правительство, и почему они этого делают, совершенно непонятно, хотя может быть и понятно, это регулирование финансового сектора. как умерить аппетиты и в то же время поддержать в стабильном состоянии финансовый сектор, банки, кредиты, даже ломбарды, потому что очень многие люди, в том числе связанные с оперебезопасностью, опасаются, что с падением доходов у людей может вырасти вот эта вот преступность, то есть мелкие кражи и все такое, и, допустим, люди, которые занимаются кражами для того, чтобы не те же наркоманы, чтобы купить дозу, они несут эти награбленные вещи куда, в ломбарды. Дело на что-то в этой отрасли, думаю, что они зато у нас. Ну зачем? У Сейма. В общем, понятно, что большое... То есть правительство действует по принципу, будет труп, будем решать. Да, большой фронт работы я смотрю и у оппозиции, и у оппозиционных депутатов Сейма, ну что ж, пожелаем удачи вот в этой борьбе за каждого жителя Латвии. Регина Лочмила-Лунева у нас была на прямой связи, депутат Сейма от фракции Согласия. Большое спасибо.